Когда Иисус общался с Накадимом, он ему там рассказал про рождение свыше. Он говорит, ну, это был учитель Израиля, который знал Писание. Но он пришел к Иисусу и говорит, вот, да, у тебя есть то, что нет у нас, другими словами. Иисус ему говорит, тебе надо родиться свыше, он говорит, что это, как человек может это сделать. Тебе надо родиться, он говорит, второй раз, заново родиться. Он говорит, что мне, в утробу матери опять нужно залезть и опять вылезти, как? Он не понимал, он говорит, ты, учитель Израилев, этого не знаешь. Тебе нужно родиться от Духа. И это, вот я говорю, для меня это одно из любимых мест Писаний, потому что вот тот человек недумевал. Мы часто недумеваем, ну, как это? На что это? Потому что, ну, вот, вещи земные, они нам как-то понятны, мы их потрогали, увидели, как-то сформулировали. А здесь вот родиться от Духа, и потом дальше Иисусу тоже хочется нам каких-то объяснений. Иисус говорит, Дух дышит где хочет, слышишь его шумно, не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Иисус говорит, что так бывает со всяким рожденным от Духа, все. Представляете, вот сам Иисус, сам Бог дает нам определение рождения заново, жизни по Духу, и вот оно такое коротенькое. Мне всегда хочется, вот, мне всегда хочется продолжения из этого. Мне всегда хочется более какого-то объяснения, еще, что это. А Он всего лишь Дух дышит где хочет, слышишь его шумно, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа, все. Но это самое крутое, знаете. Когда ты уже понимаешь это, и когда ты это ощущаешь, когда ты уже переживаешь это, когда ты несколько раз это пережил, знаете, это действительно то, чему нельзя научить, объяснить, это либо есть, либо нет. Либо ты это переживал, и ты понимаешь, о чем это говорится. Возможно, когда ты начинаешь это переживать, ты догадываешься, о чем говорится. Может быть, вот про это, то, что я думаю, там вот где-то у меня было такое. И говорю, ты не можешь объяснить. Но это и есть вот именно водительство Духом Божьим. Ты не знаешь, откуда придет, в какой момент, откуда ты получишь откровение, через что ты получишь откровение, как оно опять уйдет, для того, чтобы пришло какое-то новое откровение, да? Но он говорит, так бывает со всяким рожденным от Духа. И когда вот я именно это вижу в своей жизни, я больше всего оболелся. Потому что именно это то, про что говорилось. И вот когда я вам говорил про то, как мне вот пришло вот это вот, про то, что мы должны сделать, вот этот проект, я почувствовал именно это. И я говорю, что я не смогу убедить вас по плоти, да, сказать, мне сказал Бог. Потому что это будет ну манипуляцией с моей стороны, что мне Бог сказал, поэтому мы делаем так. Но я вам рассказываю все то, как это произошло, для того, чтобы вы сами ощутили, сказал это Бог или не сказал. Есть ли здесь Дух, есть ли здесь доуновение, касается ли это вас, где-то, да? О том, что, например, одного человека, с которым я разговаривал, коснулся одно слово, которое я сказал. Я говорю, нам нужен костерок, который будет там гореть, для того, чтобы вот Слово Божье, оно где-то, вот где-то была атмосфера вот любви к Слову Божьему. Да, и все это делается ради Слова Божьего. Это не делается ради того, чтобы сделать какие-то проекты, кого-то удивить, или потому что так все делают. А вот есть действительно вот этот мотив костерок, и человек говорит, вот хорошо ты сказал, действительно именно костерок. И его коснулась именно вот, именно эта формулировка. И для меня это является подтверждением, когда есть вот такие вот моменты. И вот, как я сказал, для меня основным, опять же, моментом явилось то, как Бог, если это Бог сказал, да, я всего лишь верю в это, и передаю вам, что вот я был как будто бы без Слова какого-то. И пришла эта мысль, я ее высвободил, да, я ее вот рассказал. Она была для меня неудобная, как я вам говорю. И после этого как будто плотина прорвалась. Я после этого на следующей неделе, во-первых, пошли вот эти подтверждения, которые я вам рассказал. Во-вторых, я две темы написал. И я даже не знал, на какую тему проповедовать мне лучше. На первую, потому что она меня вдохновляла, или на вторую, которая пришла. Поэтому сегодня буду проповедовать на вторую. И, ну, как бы, она меня самого вдохновляет. И я тоже хочу, чтобы вы, как бы, тоже об этом думали, есть ли здесь, да, дух или нет. Как бы вот сами ощущали. Потому что, ну, нам важно. То есть, что я хочу через это передать, что, знаете, как будто бы вот после того, как я высвободил вот это, как будто прорвалась плотина. Знаете, как пришло такое подтверждение. Все, после того, как ты сделал то, что я хотел, я тебя благословляю. Вот так вот я как-то это пережил. И вот это я и называю Дуб Дыши. И вот это вот для меня самое ценное. Когда вот начинают идти свежие откровения в мою жизнь, когда я опять вдохновляюсь, наполняю Словом Божьим, проповедую с удовольствием. Хотя я всегда проповедую с удовольствием, но иногда, когда ты вот наполнил чем-то таким для себя свежим, это вот самое приятное. Вот, поэтому прорекламируемся. Вот. Сегодняшняя тема называется «Сила и ценность отношений». И вот, то есть, не придумал я более сильного названия, которое само было какое-то оригинальное, но это действительно то, что я бы хотел сказать. что вот это вот слово «отношение» или «отношение» это почти одинаковые слова. Знаете, в жизни, в мире есть такая пословица. «Все в мире что? Относительно», да? И вот прорыв тоже в человечестве возник, когда Эйнштейн свою теорию относительности выдал, да? То есть, как бы даже там в науке и так далее. То есть, и, ну, как бы здесь есть какая-то, да, это не в Библии написано все относительно, но когда человек начинает жить вот практической жизнью, и вообще тут действительно все относительно чего-то там берется. И я вот в своей теме хочу сказать так, что вот так перефразировать немножко, да, но что все в мире есть отношения. Практически все. И я хочу, чтобы мы сегодня на христианство и на то, что Бог нам дает в Библии, посмотрели через призму именно отношений. Да? И вот вокруг этого, вы говорите, слово «отношение» звучать будет очень много раз. «Отношение» или «отношение». Я не хотел бы, чтобы оно приелось или стало значить больше, чем оно на самом деле значит, но я действительно бы хотел, чтобы мы... Потому что вот когда я начал через эту призму смотреть, я понял, что здесь есть очень много нужного нам и необходимого нам. Потому что много раз мы действительно не смотрим на Библию, на христианство с позиции отношений. Мы больше смотрим с позиции, ну, иногда, да, вот. Я тебе, ну, какому-нибудь даже не я тебе, а ты мне. То есть я сделал, я получил, никаких отношений нет. То есть я живу правильно, я исполняю, и я получаю за это. Или не получаю. Или получаю по шапке. Да? И так далее, да, вот. И вот здесь вот нужно привести как раз, ну, как бы вот, эти библейские примеры, которые вот действительно вся Библия пропитана именно этим пониманием. Просто для начала. Отношения бывают разные. Знаем, да? Они бывают холодные, они бывают теплые, да? Они бывают дружеские, они бывают враждебные, да? Они бывают живые, они бывают плохие, они бывают испорченные, они бывают лукавые, да? И еще отношения бывают особенные, да? Или особые отношения, да? И вот, ну и действительно, мне надо уйти сейчас от контекста и просто начать поговорить от моего конспекта. Вот все в жизни строится нормально, да, через отношения. Если у тебя есть с кем-то отношения, ты можешь вот что-то решить. То есть, не всегда в жизни все идет от того, что вот я делаю так и у меня поэтому вот все хорошо. А, ну, другими словами, кому-то повезло, что у него были отношения вот с этим человеком. Можем мы так сказать или нет? Просто были отношения. Вот сейчас кто правит у нас в стране? Владимир Владимирович Путин. И все знают про его ленинградскую братву, там, я не знаю, да, друзей его, да, каких-то. То есть вот когда-то у этих людей были просто отношения с этим человеком. И у кого отношения были хорошие, у того сейчас что? Все хорошо. Вот все у него сейчас в шоколаде вообще. Из-за чего? Просто из-за отношений. Просто из-за отношений. А почему я говорю, зависимость, она может быть? Давай потом поговорим, лично задашь вопрос, у нас так не принято. Вот. Итак, да? Есть отношения и действительно от них зависит. Ну, много. И много раз на работе у нас может, вот наша карьера зависит часто из-за отношений. Или наоборот, могут быть проблемы из-за плохих отношений. Да, ты можешь делать все хорошо, все правильно, все это, но нету отношений. И что будет? Все. У тебя, ну, как бы, вот, нет отношений с начальником хорошим. Плохие у него отношения, вот плохо он у тебя, вот, не знаю, испорченные люди, да? Пройдешь ты дальше. Угу. Что бы ты ни делал, испорченные отношения, все, холодные отношения. И он вправе, понимаете или нет? Вот, даже Библия говорит, там, не уходи от царя, не спеши уходить от царя. Кроткий ответ смягчает, там, вот эти, это о чем? Это об отношениях, да? Потому что, там, даже Библия говорит, то, что царь, он спокойно может решать, да? И вот, ну, то есть, и, понимаете, как бы мы, там, не кричали о том, что несправедливо или справедливо, да, нету отношений, проблем, да? Плохие отношения, проблемы, хорошие отношения с тем человеком, который может решать, есть вот это вот, да? И поэтому, вот, действительно, да, особенно у нас, как бы, вот, в России, да? Поэтому, ну, вот, часто иностранцы, там, или американцы, они в шоке от русских. Вот, у них, вообще, вот, да, вот такая нация особенная. Вот, оп, есть отношения, пошли, порешали, там, и все. Да, есть даже такая, знаете, вот, работа такая у некоторых бизнесменов, свадебный генерал, знаете, человек, который дружит, там, с этими поставщиками, ему дают денег, идти, песни, куда-то вот ходи, там, все, отношения выстраиваются, да? То есть, и то, что они знают, что, вот, ну, это вот в отношения надо инвестировать, чтобы были отношения, и все. Если есть хорошее отношение, человек, который может принять решение, он часто примет решение просто из-за отношений. вот, и я считаю, что Библия примерно про это же. Понимаете, вот как бы это ни звучало, как будто бы, слушай, ну неужели наш Бог, он тоже такой? Неужели, вот, а действительно, понимаете, а вот то, что я хочу вам сегодня передать, что наш Бог действительно такой, он сотворил эту реальность, и он тоже такой же. Вот только, вот, знаете, с ним не прокатят лукавые отношения. Знаете, то есть, с ним не прокатят, вот, ну, если с кем-то здесь, да, просто в мире можно якобы вот выстроить отношения и ими попользоваться, то с Богом это не прокатит. Хотя это, в принципе, не прокатывает и с людьми. Если человек, да, который влиятельный, вдруг увидит, просто вот он засомневается, что твои отношения с ним просто ради чего-то, ради какой-то твоей выгоды, а не какие-то лукавые, что ты получишь? Ты получишь сразу испорченные отношения. Ты получишь вместо результата обратный совершенно результат. Да, у тебя есть шанс показать, да, вот эти, выстроить как будто отношения. Вот, поэтому отношения, они, это гораздо, ну, как бы, серьезная штука, чем мы иногда это представляем. Отношения, они действительно либо есть, либо их нет. Настоящие отношения. Их нельзя подделать. Их нельзя подделать. Их, какое-то время можно создавать вид, что они есть. Но это отношения, понимаете? Это не что-то такое, даже вот то, что можно потрогать. Понимаете? Это вот что-то такое внутреннее, какая-то такая связь, какая-то такая штука, которые вот, они либо есть, либо их нет. И поэтому вот этот вот христианский вопрос, который мне раньше всегда, я не знал, как на него ответить. Мне он был не до конца понятен. Знаете, когда вот часто взрослые христиане, настоящее они спрашивают, какого-то там человека, у тебя есть отношения с Богом? Вам задавали такой вопрос? И вот на этот вопрос трудно ответить, правильно или нет. То есть ты начинаешь сразу смотреть, анализировать. Ну, как бы, ты можешь сказать, конечно, ну, что их есть. Ну, да. Да? Почему? Я молюсь, я читаю, я это. И он может там спросить, у тебя есть отношения с Богом? Да, и, например, можно пойти дальше. А почему ты так думаешь? Ну, я молюсь, я читаю, я хожу в церковь там и так далее. И я ему сразу могу сказать, не-не-не, я не про это. Я говорю, у тебя отношения с Богом есть? И тогда человек, да, который, ну, вот в этом как бы смысл, он говорит, ну, на самом деле не знает. Да или нет? Так? Вот бывало у вас такое, да? Бывали у вас такие мысли? И, знаете, вот в принципе, чем ты взрослее, как христианин, ты возрастаешь, ты приходишь, как бы, к тому ощущению, пониманию, что, слушай, у меня есть отношения с Богом. Знаешь, они, ну, как бы, хоть мы и проповедуем про отношения, хоть мы проповедуем, тебе надо принять Христа, да? Хоть мы проповедуем о том, что надо иметь с Богом живые личные отношения. Но часто для того, чтобы сказать, у меня есть с Богом отношения, требуется время. Аминь. Действительно требуется время хождения, да, для того, чтобы сказать, потому что вот отношения, они и есть, поэтому, да, само слово, оно во множественной форме, да, оно должно из чего-то вот сложиться, отношения, да, есть еще такая формулировка, отношения складываются, да, у нас сложились отношения, да, или у нас не сложились отношения, да. Но это какой-то определенный такой процесс, да, вот как, вот, например, братьями рождаются, а друзьями рождаются или нет? Нет, друзьями становятся, да, то есть это какой-то определенный процесс, пройденных вместе, каких-то моментов, да, вот что-то мы вместе прошли, что-то было взаимодействие у нас, и мы вот, да, и вот, и вот мы уже, да, вот приходим именно к этой, даже в формулировке мы пришли, что Бог, оказывается, кого-то в Библии назвал другом. Кто помнит, кого назвали в Библии другом? Авраама еще? Громче. Правильно сказали? Моисей, да. Вот они, да, могу вам эти места Писания, ну, будет только время, наверное, тянуть, потому что, ну, ничего там такого нет, я надеюсь, вы мне верите, что вот про Авраама написано, что Бог его назвал своим другом, да, и про Моисея тоже написано, ну, там так написано, что я говорю, ну, как бы, он говорил с ним лицом к лицу, как бы, друг общается с другом своим, да, то есть, как бы, вот, каким образом Моисей назван другом. Иисус что делает в конце своего служения, когда вот он уже уходит, да, не в начале своего служения он называет апостолов друзьями, в конце своего служения он называет апостолов друзьями, вы друзья мои, да, я уже не буду называть вас рабами. Мы сегодня еще прочитаем это место Писания, то, что вот, ну, я хочу, чтобы мы увидели и почувствовали, да, что Бог называет друзьями. Поэтому вот, да, друзья это про что? Это про отношения. Про определенные отношения, про особенные отношения. Аминь. Вот это очень важно, что Бог... Здрасте. Проходите. Вот нам? Вы первый раз? Вас как зовут? А, это вы знакомые, да? Ну, все. Я думаю, мы просто мимо проходили. Мы вам очень рады. И знаете, когда я вот после эту призму начинаю читать Библию, сквозь призму отношений, я вижу, что там везде отношения. Например, Давид, согрешивший вот этим грехом своим ужасным против Бога, да, когда он прерыводействовал, взял чужую жену, потом убил мужа. Лукавство, да, и потом, вот он кается. 50-й Псалон, где он там кается, кается. Хотя, честно говоря, не факт, что это 50-й Псалон, но ладно. Который я сейчас цитировать буду, да, не помню, ну, не важно. Уберем этот контекст. Есть такой Псалон. Блажен, кому Господь не вменит греха. И тот, в чем в духе нет лукавства. Вот когда мы просто, как бы, об этом читаем, да, и слышим. Ну, как бы, это одно, да. Но здесь, когда я читаю сквозь призму отношений, что у Бога есть отношения, я вижу, что Давид как будто вот об этом пытается сказать. Блажен, кому Господь не вменит греха. То есть, блажен, кому Господь проявит какое-то особенное отношение. Понимаете? Вот оно, как бы, оказывается в чем дело. Не в том, что блажен, кто не согрешит. А он говорит, блажен, кому Господь не вменит греха. То есть, грех есть. Но Господь не вменит его. Почему? Вот каким-то вот особенным, вот блажен тот человек. А кому этого Господь не вменит греха? И он дальше, как бы, продолжает. И тот, в чем в духе нет лукавства. Да, то есть, вот кто действительно вот может, то есть, кто любит Бога, кто отношения, у кого есть отношения с Ним, что вот, ну, действительно, чтобы не вменился этот грех, чтобы Господь и проявил какие-то особенные отношения к человеку, Богу очень важно, чтобы в духе человека не было лукавства. Чтобы человек не был на самом деле лукавым. Поэтому, вот, а лукавство, она такая вот, ну, штука, которую трудно вообще поймать и увидеть. И вот эта штука, она мешает часто дружбе, да? Вот какое-то лукавство, какой-то вот второй смысл, да? То есть, что у меня не просто дружба с человеком, не просто отношения с человеком, а какой-то вот такой вот второй смысл. И это Бога напрягает больше всего. Точно так же, в принципе, как и нас в отношениях с людьми, подобные вещи будут напрягать больше всего. Я вот просто там размышлял о работе, потому что, ну, я... Стройка это мое дело, я руководитель, организатор. Мне часто приходится там вдохновлять людей, ругать людей, прощать людей. Как бы, вот, иметь эти отношения с людьми. И вот самое, самое такое, как бы, вот, уже непоправимое, это когда испорченные отношения. Знаете, вот даже вот пока вот у меня человек, например, есть у меня мастер какой-то. Работает хорошо, золото, когда работает, он хороший, но бухает. Вот у него есть такая проблема. И он не грешит этим даже против меня. Да, мне иногда от этого у меня тоже проблемы, потому что он должен был быть, но он не пришел, мне позвонил заказчик, а где твой человек? Я говорю, ну, иногда я говорю, что-нибудь нейтральное, а иногда прям так и говорю. Ну, я могу сказать, заболел. Ну, а с кем у меня вообще там дружеские отношения с заказчиком? Витя забухал. Или еще там кто-то, да? И знаете, и вот человек потом, как бы, да, меня это напрягает. Меня это, ну, как бы, вот, мне хочется его в гневе, все, выгоню, не будем больше работать. Но потом он приходит, отходит, говорит, ну, прости, как обычно, я говорю, гады, уволю, оштрафую. Ну, часто не увольняю, даже не штрафую. Ну, потому что, ну, страдает человек от этой проблемы, я не могу ее решить. Ну, как бы, но работник он хороший. И когда он работает, он нормально, хорошо работает и приносит прибыль моему делу, потому что это нормально, чтобы человек приносил прибыль, да, там, где он работает. Но есть люди лукавые. У них часто вот нет таких проблем. Но они могут, вот, по своей лукавости, они вот, когда ты есть, они работают. А когда тебя нет, они сидят. И ладно бы сидели одни, так они еще других побуждают сидеть. И ладно бы они просто сидели и молчали, так они еще критикуют, какой ты плохой, какой ты жадный. Как ты мало платишь. Что я буду делать, вот, ну, как бы, если вот, мне все равно больше не заплатят. Да? Но со мной, когда я там, он, что, что сделать, так, что, ага, все, понял, и так далее, да? И я, вроде, он выстраивает со мной отношения, у него есть со мной отношения. Он думает, что у него со мной есть отношения. Ну, вот, вот так произойдет в жизни, что все тайное, оно становится явным. И оно всегда так происходит. Так или иначе, я всегда это знаю. Я либо это по работе увижу, да, и вот это вот вижу, 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 да, Либо услышу от кого-нибудь, как он про меня говорил, и так далее. От какого-нибудь вот такого кающегося за свои косяки он способен иногда там все рассказать. И вы знаете, ну, и я, как, в принципе, ну, как бы, вот, добрый человек, здравый человек. Я даже, даже такого человека, в принципе, понимаю. Ну, он недоволен своей жизнью вообще, вон там, вот. Ну, вот, я ничего не могу сделать. Я даже, знаете, из-за того, что я, как бы, этого не вижу, я даже не могу ему об этом предъявить. Да? Ну, как бы, вот он не пойман там, да? Или иногда, я вообще даже могу это не увидеть и не услышать. Ну, даже вот, как происходит иногда, даже не у меня с ним отношение испортилось, а у него почему-то ко мне, ну, как бы, вот, портятся отношения. То есть, он как-то начинает, вот, как будто бы, вот, уже не идет ко мне. Потому что, вот, они испорчены где-то в корне, там, в лукавстве его, да, вот, в неправильном его отношении, да, ко мне, к моему. Вот, ну, это же нормально, что мне кто нужен, кто будет, ну, как бы, вот, кого я буду двигать дальше, кого я буду тоже, там, любить, поощрять, там, и продвигать. Кто заботится о моем деле, потому что, ну, он не делает своего дела, он участвует в моем деле, которое, вот, общее, у нас, там, выхлоп идет от общего результата, и мне нужны действительно искренние люди, которые будут искренне переживать за то, что они делают. И все, потому что, ну, вот, это правильно. И я сам был такой. Я, как бы, понимаю, что я имею право, как бы, от людей этого даже ожидать, потому что, в принципе, и я когда-то был нанятым, там, да, и работал, ну, ну, и я все-таки, понимал, что, ну, правильно делать даже тогда, когда не смотрят, да, делать хорошо даже тогда, когда, вот, ну, и не заметят, в принципе, да, то есть, ну, я понимал, что это правильно. И вот, ну, и Бог хочет, чтобы мы были такими людьми, понимаете? И вот иногда наши отношения с Богом, они похожи на что-то, вот, ну, такое, как отношения между людьми. Ты, ты, вот, как бы, с виду, ты, вот, весь, как бы, вот, ну, все нормально, положительно, но внутри что? Как лукавый раб. Помните, как Иисус говорит, что вы не будьте, как, вот, те люди, которые, которым раздали ответственности, раздали обязанности, они ждут Господина своего. И, говорит, вот эти вот лукавые не скажут в сердце, а, не скоро придет Господин, и начнут пить, гулять, слух бить, там, и так далее. И он, говорит, истинно говорю, хозяин придет и рассечет их, да? То есть, представьте, он про что говорит? Он говорит, в принципе, про такие вещи, которые в христианской среде вообще, как бы, не должны быть. Но он почему-то про них говорит. Потому что, ну, потому что, вот, мы действительно не все понимаем, как бы, вот, силу и смысл отношений. Что, ну, вот, что в итоге произойдет с этим человеком, который с вами поступает, так работает? Отношения будут испорчены. Причем, ну, как бы, вот, я даже смогу его, ну, как бы, потом, может быть, ну, как бы, просто произойдут какие-то такие ситуации, где он не воспользуется моими отношениями с ним. Просто, вот, я не захочу что-то для него сделать. И все. И это будет нормально. Правильно, неправильно. Вот, не хочу. Понимаете? Не хочу. Потому что, вот, что-то было нарушено, вот, именно, вот, в этих отношениях. Именно в его отношении, часто, да? К чему-то, там, вот, к каким-то моим ценностям. Знаете? И вот, мы должны христианство тоже понять, что именно с этой точки, что нам пытается сказать Бог через Верхий Завет и через Новый Завет, что вот в этих отношениях с Богом есть две обочины. Первая обочина, да? Ну, то есть, что такое обочина, да? Есть дорога, по которой нам надо идти, путь правильный, да, истина. И есть отклонение туда или туда, да? И вот обочины их обычно несколько. Обычно две как минимум. И вот одна обочина, в одну сторону, это законничество, это отношение без отношений, да? Это вот такая жизнь у тебя, да, с Богом, что у тебя нету отношений, по сути. И вот хороший пример, это брат блудного сына, старший брат. Помните, да? Что он говорит? Я и козленка, ты мне и козленка не дал поесть с друзьями моими, да? То есть, вот, и Бог ему говорит, слушай, все мое, твое. Ты что, разве этого не знал? Знаете, и вот это действительно так. То есть, как бы, вот есть люди, которые, ну, как бы, пытаются все соблюдать, пытаются все сделать. Они, как бы, да, находятся там, работают, служат и так далее. Вот он был там, все делал, но был в неправильных отношениях с отцом. У него не было отношений с отцом. Он не знал, что ему принадлежит, что ему не принадлежит. Понимаете, он все время, как бы, он внутренне, можно даже сказать, роптал против Бога. Помните, вот, второй пример, это человек, которому дали один талант, и который его пошел, зарыл, и говорит, я знал, что ты жестокий. Вы представляете, что он знал. Это про Бога, как бы, говорится. То есть, вот она, испорченная призма твоего видения, когда у тебя нет отношений, и ты, там, что-то знаешь, там, да? И вот, ну, как бы, вот этот вот, ну, такой страх перед наказанием, да, страх, вот, что Бог, он грозный такой, он, Бог грозный, грозный. Бог может наказывать, может, и наказывает, и так далее, да? Но он больше грозный не из-за наших даже дел, а из-за нашего отношения к нему. Понимаете? И вот это вот для него намного больнее, я бы так сказал. Потому что он нас любит. Он нас любит, и в Библии даже написано, до ревности любит дух, живущий в нас. И что, вот, например, там, самое такое, будет обидное, например, там, в браке между супругами, когда один изменил другого. Да? И вот оно, да, это вот подрыв отношений, предательство такое внутреннее, когда ты выбрал кого-то другого, да? И вот поэтому Бог говорит не любить этого мира. Ничего-ничего, нормально. Музыкальная пауза. Итак, все есть отношения. Любовь, это что? Это отношения, оказывается. Вот мы иногда пытаемся характеристику любви дать. Но мы бы это не чувство, хотя это чувство тоже, да? Не только чувство, это дела. Да, и вот мы вот как бы вот между этим бьемся, да? Дела это или чувство. Я бы дал трепет, например, это отношения. В первую очередь отношения. И уже вот, ну, из этих отношений уже будут какие-то дела. Из твоего отношения. То есть из этих отношений будет явлено твое отношение. Вот, поэтому, да, вот, любовь, отношения. Церковь, это тоже отношения. Церковь, это отношения людей между собой, людей, имеющих отношения с Богом, имеющих отношения между собой. Понимаете, вот, и все, вот, вот здесь вот именно только отношения, да? Главные заповеди Бога, что он пытается сказать нам, Иисус? Люби Бога и люби ближнего. И это все про отношения. То есть вот, вот, он нам пытается показать, что, что важно-то, да, да, то есть Витхий Завет нам что говорит? Исполняй закон, и ты будешь жить им. Проград всякий, кто не исполняет закона. А Библия, Новый Завет пытается нам сказать, слушайте, ребята, вы не сможете исполнить весь закон. У вас есть возможность с Богом наладить такие отношения, что вот блажен тот, кому Бог Господь не вменит греха. И ты будешь как бы ценить эти отношения. Но это, ну, нужно, чтобы у вас лукавства в духе не было. Друг это отношения, да. И вот, ну, одна обочина, как бы, настоящего христианства, это законничество, да, отсутствие отношений. Незнание Бога как личности. Не имение с Богом как с личностью отношений. Вы, ну, как бы, настоящих живых. Вторая обочина, это гиперблагодатчики. Ну, знаете, что это такое, Ленин? Кому-то вот, есть уже последнее, в последнее время, в последние годы появилась такая вот формулировка гиперблагодатчики, да. То есть вот, ну, благодать, а это гиперблагодать. Да, это когда люди, как бы, живут во грехе и говорят, что им папа разрешил. Это когда вот, ну, благодатью покрываются все твои даже неправильные действия, да. Когда, но суть здесь в том, что ты здесь тоже идешь против отношений. Понимаете? То есть ты не ценишь отношений. То есть с одной стороны, ты прав по поводу благодати, что Бог бесконечно прощает и все прощает. Но если ты не ценишь это, ты не ценишь отношений. Именно не ценишь отношений. И вот, ну, как бы, Бог нам и хочет, чтобы мы, с одной стороны, не боялись Его, да, что вот Он нас не судить хочет. И делали, как бы, жили правильно, исполняли заповеди, не из-за того, что боимся наказания. И в то же время не были грешниками, да, вот такими, да, которые делают там, что хотят. Потому что, ну, это нас разрушает, это делает Богу больно, это стоило Богу, да, вот это прощение, постоянное прощение, да, которое мы в Иисусе Христе имеем, искупление, да, оно стоило, это, ну, Сына стоило, да. Бог заплатил за это, дорого заплатил. И если ты, как бы, это не ценишь, ты не ценишь отношения. Поэтому, вот, истина, она, ну, она в отношении, да, и мы, поэтому, ну, как бы, моя такая задача этой проповеди, вот, помочь людям, которые не могут справиться с грехом. Потому что, вот, ну, как бы, страх уже, может быть, не действует, потому что страх, он никого не остановит до конца. И мы видим, что Ветхий Зайд ничего не смог сделать. Не смог. Вот, вот, из-за того, что делайте так, иначе будет вам плохо, или делайте так, потому что будет вам хорошо, люди не смогли. И поэтому Бог ведет нас в Новый Завет, да, что он нам показывает, что хорошо, ну, тебе вообще все прощено, и ты полностью благословлен, только цени то, что я сделал для тебя. Цени это, ну, искренне, на деле, по-настоящему, да, то есть ты уже тогда, ну, не хочешь делать какие-то определенные вещи, или борешься против них искренне, да, что ты не будешь это делать, потому что, вот, ну, это Божьи заповеди. И вот именно этот порядок вещей я вам и хочу показать. Давайте вот мы откроем Евангелие от Иоанна, 14-я глава, 15-й стих. 15-й стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Смотрите, как по-другому звучит. В Верхний Завет, Он говорит, соблюдай заповеди, и ты будешь ими жить, да, ты будешь, у тебя благословение, если не будешь соблюдать проклятие. Иисус в Новом Завете нам говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Он как бы просит, Он идет в отношения, Он говорит то, что «Если вы цените отношениями со Мною то, кто я для вас, то, что я сделал для вас, то соблюдите Мои заповеди». И дальше идут обетования, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, и так далее, да. И есть еще 15-я глава, 14-й стих. Я с 13-го прочитаю. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, и бараб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал все, что слышал от Отца Моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. «Все я заповедую вам, да любите друг друга». Вы, друзья мои, если исполняете все то, что я заповедовал вам. Если любите меня, исполните заповед. Если кто любит меня, то еще есть место в Писании, так кто-то исполнит Мое Слово, и мы с Отцом придем, и обитель у Него сотворим. Вот, то есть Бог нам дает эти обетования, Иисус нам говорит про это, но, то есть, когда мы поймем, что мы должны двигаться именно из отношений, ради отношений, то это будет правильное движение. Не из-за страха, и не все можно, но из-за отношений мы действительно исполняем волю Божью. Якова, 4 глава. Вот смотрите, ну, что с одной стороны, да, я вот когда говорю про отношения, для кого-то так просто. Ну, имея отношения, и все, у тебя будет как бы просто. Но здесь есть палка одну в концах. Это опасно. Опасно иметь отношения с живым Богом. И потому что, вот опять же тоже такая мысль, вот Бог избрал Израиля, и вот во второзаконе, там, в четвертой главе написано, что там, не сотворите себя кумира, не делайте идолов, не поклоняйтесь звездам даже, там, не поклоняйтесь солнцу, луне, и дальше он говорит, потому что это все, да, и воинству небесному, потому что это все, Бог говорит, я дал в удел народу. Вот, для знамений, вот, для них это работает все. Понимаете, что самое интересное? Мы когда там с людьми иногда спорим, там, вот ты, там, это все неправильно делать, да, там работает все, знамения, там, какие-то вот, потом он говорит, а вам, что? А вам, говорит, я сам, или вы сами для меня, вас я избрал вот в свой удел. Вот, то есть, понимаете, да, Бог говорит то, что я для всех народов, там, вот это пускай все остается, но для вас именно я, да, то есть, Бог изначально нам пытается сказать, что он, вот, вообще-то, намеревается и собирается иметь каких-то определенных людей, какой-то особенный народ, с кем иметь именно отношение, кому дать и открыть именно себя, и он именно в этом говорит. Ну, и это, говорит, типа, намного круче, чем то, что вы, вот, видите, вот, эти все звезды, воинства небесные, ангелы, силы и так далее. Он говорит, я вам, вот, себя, вы со мной будете иметь отношение. И вот помните, как в Ветхом Завете там было достаточно так жестковато, когда он говорит, что если ты будешь, ну, не будешь поклоняться идолам, именно, вот, больше всего там шло именно про идола, то я тебя благословлю, так-то, так-то, так-то и так-то. А говорит, а если, ну, если не будешь поклоняться, а если будешь, и вот это вот все, помните, сколько там проклятия написано вообще? Там такой списочек, ой-ой-ой-ой. Понимаете, что самое интересное я пытаюсь передать, что вот это все к язычникам не относится. Это относится именно к тем людям, которые, как бы, приняли решение иметь отношение с живым Богом, Богом, но стали блудить, стали поклоняться другим богам, стали вот именно изменять Богу духовно, в духе, не то, чтобы там, прям, пьет, курит и матом ругается. Нет, он изменяет Богу в духе, в любви, другими словами, да, вот, то, что Писание нам говорит, не любите этого мира. Я вам много про это учу, да, потому что я говорю про это, да, что это суть христианства, мне это сразу открылось, это три вещи. Похоть от чая, похоть плоти и гордость житейская, да, и вот мы про это говорим, и я чувствую даже сам, как, знаете, ну, многим людям это кажется некой ерундой, такой мелочью, ну, потому что действительно мы все в мире живем, и мы действительно не можем быть забраны из мира, мы не можем не любить деньги полностью. Ну, это очень трудно, ну, потому что от них зависит наша жизнь, ну, как это вот, ну, не любить деньги. Ну, Бог говорит, не люби, то есть, как бы, да, ты все-таки делай усилия в эту сторону, чтобы вот именно мне больше доверять, то есть, что значит не любить деньги, что, ну, понимать, читать Слово Божье и понимать, что не от денег зависит твое счастье, а от Бога зависит твое счастье. И если я все-таки делаю усилия, делаю этот вывод в своей жизни и пытаюсь хотя бы задуматься над этим, потому что, ну, как бы язычник, он даже за этим не задумывается, он любит деньги и не собирается их даже не любить, вот, ну, потому что это... я вот... у меня иногда много там наличности носишь туда-сюда, туда-сюда, она бнется там, я вот приду в магазине, достану все время вот эти вот бумажки, дам им они, и я даже иногда не разворачиваю дамы там, и начинают разворачиваться, они, ну, продавца, они не любят, когда я им не разворачиваю бумажки, чего вот так деньгам, я говорю, в Библии написано, любовь к деньгам корень всех зол, я говорю, я ненавижу, я говорю, вот поэтому так к ним отношусь, ну, я шучу, но тем не менее я все равно хочу вот действительно, чтобы не любить деньги, потому что, ну, как бы, я знаю, что я хочу любить Бога больше, я хотя бы знаю об этом, понимаете или нет, я хотя бы думаю об этом, вот, понимаете, и поэтому тут на первый план вот у Бога как раз и выходят именно отношения, он говорит, что, ну, вот через это то, что я прочитал, ну, и не сказал про Ветхий Завет, да, что там, а вас, я говорю, ну, для себя, и потом рассказал им, какие будут условия, вот он выбрал их для себя и сказал, что и я такой хороший тоже для вас, да, вот Бог сказал бы, но, ребят, если вот не будете нормально ходить, то будет вот так и вот так, и там благословение вот такое вот спец еще, как проклятие, два вот таких, что там с ним и все будет происходить, причем он им сразу сказал, и это с вами будет происходить, потому что вы будете это все делать, говорю, потому что, ну, страшно впасть в руки Бога живого, понимаете, вот, поэтому, ну, к этому надо отнестись серьезно, именно к отношениям и твоему отношению с Богом, вот, каковы твои отношения к Богу и ценишь ли ты вот эти отношения, потому что он предупреждает, у меня ревностные, ребят, отношения, и вот на примере, например, с Иакова, с Исамом, помните таких, да, это два близнеца, и я сейчас, ну, как бы, я по цене время ломаю голову над тем, что, вот я вижу какие-то символы, помните, я вам говорил, что из Авраама отца веры вышло двое, один вообще вышел, Измаил, который стал, ну, как бы вот этой нехристианской веткой, да, но из Бога, он сказал, как будет большой народ, будет много чем принадлежать, нет, так есть, мы смотрим, мусульмане, они есть, они тоже, как бы, верят, верят неправильно, мы бы так сказали, да, но все-таки это считается авраамической религия, которая вышла из Авраама, и это все, как бы, вот, в плане Божьем. И второй вышел Исаак, да, который, вот, как прообраз Христа и христиан, да, и, по идее, вот, все, что из него должно быть Божьим народом, и действительно, и должно быть благословлено Богом, да, вот, но мы видим, что из него еще как, да, из его жизни, из его чрева, так сказать, выходят еще двое, близнецы уже, выходят вместе, Исаак и Иак. Исаак выходит первый, второй держит его за пятку, да, и Бог дает такое странное определение им обоим, странное, жесткое, даже Измаилу не досталось того, что досталось Исааку. Бог помнит, что Бог сказал про него? Исаак, Иакова я возлюбил, а Исаак возненавидел. Представляете, за что так жестко? Внутри обетование, внутри Христа, поэтому, понимаете, вот к чему я как-то пытаюсь ввести, что не станьте вот теми христианами, которые вот, которым Бог может вот так вот сказать, я возненавидел тебя, которые вот коснулись его сердца, чтобы он вот смог такое произнести в жизни этого человека. А почему? Он пренебрег первородство. Что такое первородство? Это Божье постановление, это Божье слово, что первородное должно служить ему, первородное оно для Бога, первородное это Божье. И что сделал Иаков? Он пренебрег отношениями с Богом. Вот что он сделал, всего лишь, и сам, да? Он пренебрег вот этими отношениями, он продал первородство. Чем? Похоти. Похоти. Похлебки. Кушать хотелось. Вот этой вот, ну, нуждой, да, которая им все-таки владела, потому что, то есть, он показал, что для меня ценности Божьи, ценности духовные, не ценности. И Бог сказал, я возненавидел вот это. Представляете? Ну, что я пытаюсь сказать? Это внутри Божьего народа. Не сказано к язычникам. Язычники, они нейтральные, Бог их любит. Поэтому мы и говорим, Бог любит всех. Да, но есть вещи, которые Бог ненавидит. И эти вещи он ненавидит именно часто внутри церкви. Внутри христианства, что ненавидит? Вот это попирание отношений. Вот эти лукавые отношения. Вот это вот, когда, как бы, ты уже рожден в этом, и ты, как бы, призвал к тому, чтобы действительно Бог для тебя был Богом, и ты ценил то, что ценно для Него. Ты просто попираешь и не ценишь то, что ценно для Него. Понимаешь? И вот тут вот возникает вот эта вот, ну, действительно проблема. Потому что, ну, действительно, иногда лучше не иметь отношений, чем вот сделать с отношениями то, что сделал Иак и Исаак. Да? Поэтому иногда люди, которые любили друг друга иногда, да, но отношения были вот каким-то образом с какой-то стороны очень сильно, как бы, испорчены, возникает, ну, просто совершенно обратная реакция. Реакция намного сильнее, чем просто какая-то мне все равно, да, не все, даже не все равно, а вот прям именно, ну, как бы, отрицательные чувства, отрицательные отношения. И, ну, вот я здесь вот это вижу, понимаете, что вот что важно для Бога, что ценно для Бога. Для Него важны отношения. Для Него действительно важно, как ты к Нему относишься. Вот, да, вот мы же тоже такие же, правильно или нет? Для нас тоже важно, для мужа с женой важно, кто к кому относится. Не то, что ты даже сделал или не сделал. Действительно, то, что ты сделал или не сделал, естественно, проявление отношений, но в отношениях есть еще что-то более глубокое, такой какой-то настоящий ингредиент такой, да, отношений, да, вот что они есть. Мы не всегда сделали для своих там любимых людей вот, ну, все, что как бы они хотели, но если есть отношения, все прощается, правильно или нет? Вот примерно про это нам Давид пытается сказать, что блажен, кому Господь не вменит греха. Понимаете, вот в Иисусе Христе Бог нам дает право вот на вот эти отношения, отношения любви. Он говорит, я все покрыл, ребят, но вы услышите меня, вы услышите мои ценности, вы поймите, что, ну, Бог нам хочет сказать через Библию, через все, Он нам пытается сказать, я Бог, я создал этот мир, я создал эти принципы, эти законы, я знаю, что для вас лучше, я знаю, что для вас любить этот мир, это плохо, это проблема, это мучает вас, это разрушает вас, это любовь с миром, это дружба с дьяволом, там более жесткие слова, мы сейчас Иакова прочитаем, кто хочет быть другом миру, тот что? Опа! Язычники враги Богу? Нет! Они язычники, они вне отношений, а кто внутри отношений и хочет любить мир, и является, да, вот этим прелюбодением, прелюбодейцем, он является кем? Врагом Богу! Не просто чем-то таким, знаете, врагом! Я, ну, как бы, я хочу, чтобы мы это, как бы, поняли, прям почувствовали, и вот, ну, действительно, ну, кто ты, чтобы быть врагом Бога? Зачем тебе эта ноша, чтобы быть врагом Бога? Ну, Библия так говорит достаточно жестко. Всего лишь про людей, которые, вот, ну, как, давайте вот мы Иакова прочитаем. Много раз мы читали это место, но вот четвертая глава, с первого стиха прям можно все прочитать в контексте. Откуда у вас вражды и растры? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших? Желайте не и не имейте, убивайте и завидуйте, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имейте, потому что не просите. Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прерубодей и прерубодейся, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Бога. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас. Аминь. Представляете, вот, ну, вот оно Писание, Писание нам открывает сердце Бога, что Бог это Личность, у Него есть определенные чувства к нам. И Он любит до ревности. Ревность это тоже, как бы, до производной отношений. Да? Нету ревности, когда нет отношений. Правильно или нет? Какая ревность, если отношений, ну, никогда не было? Как я могу ревновать кого-то, с кем у меня не было отношений? Я ревну именно того, с кем у меня отношения. И обычно это говорят кому? К мужу и жених. Правильно или нет? Про ревность вообще говорят. Потому что вот это вот, там, право собственности, да, существует, что они друг другу, как бы, отданы и преданы, понимаете? И вот Библия, вся Библия, она нам про это, что у нас вот с Богом должны быть такие отношения. Невеста и жених, да? Муж и жена. И Бог говорит, слушай, я ревную, когда ты ходишь на леву, когда ты любишь этот мир. Неужели ты действительно хочешь получить по моему гневу, по той ревности? Понимаете? И вот оно как бы вот в этом. И если мы это поймем, я считаю, что нам должно стать яснее, должно стать понятнее, ну, и у нас должно родиться что-то, чтобы вот мы действительно, если любите меня, как говорит Иисус, исполните мои заповеди. У меня большое желание, чтобы вот, ну, как бы, люди перестали грешить одними и теми же грехами, чтобы они нашли в себе некую силу, вот этот мотив не грешить. Потому что, ну, как бы, уже из-за страха иногда не получается, из-за чего-то другого тоже не получается. Ну, вот, развивайте отношения с Богом. Он, ну, тебя хочет в эти отношения ввести. И я говорю, что мы должны просто это понять. Почему? Потому что Бог высшее существо. Он придумал эти законы. Он все создал. Мы, ну, мы должны отдавать себе отчет, что мы, ну, никто, того, чтобы об этом судить. Поэтому, ну, мы должны вот встать на свое место и оценить. И знаете, самое страшное для христианина – это именно потерять отношения. Вот, все можно поправить. Все можно поправить. Но если ты наделаешь столько, или будешь жить так, что Бог перестанет с тобой иметь отношения, ты просто их испортишь. И я в Библии вижу, что есть такой, давайте откроем Лука, 23 глава, такое известное место. Лука, 23 глава, 23 глава, 23 глава, 23 глава, 23 глава, are А, ну вот. С шестого стиха я написал, с шестнадцатого, наверное, даже с восьмого. Это про Ирода Иисуса. Кто такой был Ирод? Царь иудейский. Это был не просто царь этого мира или какой-то там провинции. Это был не Понтий Пилат и не Цезарь там. Это был царь, именно царь над иудеями, царь над народом Божьим. По идее, он должен быть потомком Давида по престолу. Это от Бога, это помазанник. Это тот, кто в первую очередь должен Бога знать сам лично. И он вообще-то много делал там для иудеев. Вот он как раз и был из рода Исава. Он был идумиянием. Это как раз вот эти потомки Исава. И он пытался заслужить так благоволение иудеев. Он построил этот храм. Он вкладывался. Его интересовали духовные вещи. Помните, он любил слушать, как Иоанн Креститель говорит. Помните, да? Но он убил Иоанн Крестителя. Да? Вот там написано, настал удобный день и любовь к миру заставила его сделать это. И ради царского слова ему пришлось сделать. Он сделал даже то, что он не хотел. И вот именно поэтому, да, что этот человек был такой, к которому было Слово Божие, да? К которому были отношения со Словом Божиим. Но он испортил отношения со Словом Божиим. Он испортил отношения с Богом. Он убил Иоанна Крестителя. Да? То есть вот он допустил вот это вот. Да? То есть ему могло бы много чего проститься. Ему там нужно было... Да, ему Иоанн Креститель говорит, оставь женщину эту. Тебе нельзя с ней жить. Вот Слово Божие ему было от Бога. Да? И нужно было сделать усилие для того, чтобы привести жизнь в порядок. Но именно из-за того, что он не привел жизнь в порядок, именно эта ситуация и отрубила голову Иоанна Крестителю. Да? То есть как Божье Слово в его жизни замолчало. И потом у него наступает вот этот новый виток, может быть, на который он надеялся. К нему привели Иисуса. И вот восьмой стих. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался. Вот он искренне обрадовался. И подавно ждал видеть Его. Потому что много слышал о Нем. И надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. И предлагал Ему многие вопросы. Но он ничего не отвечал Ему. Тем самым Иисус нам показывает вот, знаете вот, что такое не отвечать Царю? Вот что такое? Это вот как раз и есть самое больное для Царя. Когда человек говорит, я с тобой говорю, не буду. Представляете вот, и это вот часто касается отношений. То есть, да? Когда вот испорченные отношения, Иисус показывает, да? Бога как Отца. Он говорит, у тебя со мной отношения испорченные. Ну и непоправимо уже испорченные. Все, я с тобой не разговариваю, да? То есть вот признак испорченных отношений. Какой? Между даже нашими людьми. Я не хочу никакого дела иметь с этим человеком. Я не хочу с ним разговаривать даже просто, да? Который вот так вот раз за разом, раз за разом приступал, предавал, критиковал, я не знаю, и еще что-то делал, лукавил и так далее. Не хочу с ним разговаривать. Вот это Иисус и показывает. Понимаете? И это самое такое для личности, для меня это самое такое, знаете, серьезное такое наказание, межличностное такое наказание, да? Вы знаете, да? Что не разговаривать с тобой человек, это иногда, да? Причем человеку, с кем у тебя были отношения, да? Вот, например, во время отношений между мужем и женой все, перестали разговаривать. Один с другим просто не хочет разговаривать. Все. Проблема в отношениях. Потому что пока мы еще разговариваем, еще можно сделать все что угодно. Иисус с первосвященниками разговаривает. Иисус с Пилатом разговаривает. Иисус со всеми практически разговаривает. С Иродом не разговаривает. И дальше произошло то, что должно было произойти. Двенадцатый стих. Ну, или можно с одиннадцатого, да? «Но Ирод со своими военачальниками, учежив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отстал обратно к Пилату. И сделались в тот день, Пилат и Ирод, друзьями между собой. Ибо прежде были во вражде друг с другом». Вот она тоже такая символика Слава Божьей. Вот именно в этот день, когда вот все вот, произошел этот разрыв отношений. Иисус с ней разговаривает. Ирод уже полностью натворил дел и сказал над Иисусом издеваться. И уже с Пилатом они сделались друзьями. Все, вот она, дружба с миром произошла. Да? Пилат – это символ мира. Ирод – это все-таки был символ Божьего народа. Да? То есть это был царь Иудейский. И вот в этот день они до этого все-таки порождовали. Но в этот день, на фоне того, что Бог не разговаривал с ним, он делается друзьями. Вот. И, ну, вообще я говорю, что вот, я хочу, чтобы мы просто, просто подумали вообще над не только отношениями с Богом, но и над нашими отношениями. Потому что, как я уже сказал, церковь – это люди, имеющие отношения с Богом, имеющие отношения между собой. Понимаете, вот это вот очень важно, чтобы были отношения. В первую очередь, любовь, конечно. Правильно или нет? Потому что любовь – это и есть вот эти взаимные отношения. Любовь не бывает с одной стороны, она должна быть с двух сторон. Настоящая любовь. Вот. И признак последнего времени – это то, что действительно, люди, любовь будет охладевать. Именно любовь будет охладевать. То есть, вот, и мы сейчас вот смотрим, и действительно, как бы, жизнь такая, все куда-то бегут, все настолько любят этот мир, все настолько спешат там, ну, как бы, что-то делать, что-то приобретать, что-то покупать и совершенно забывают про отношения. Да? То есть, вот, их не так уж и много стало на самом деле. Вот мы даже, просто там, возвращаемся в коммунизм. Да? И мы видели, что даже там как будто бы было лучше в плане отношений. Люди как-то собирались, родственники собирались, они виделись, они сидели, они общались. И вот сейчас вот в последнее время вообще вот происходит такое, что люди прямо вот они одни, вот эти вот отношениями пренебрегаются. Ради того, чтобы что-то иметь, ради того, чтобы вот куда-то двигаться, что-то успеть, еще лишнее, мы просто пренебрегаем отношениями. Поэтому вот я думаю, что все это от Бога, да, над этим задуматься, и то, что мы хотим там построить и сделать, это как раз ради укрепления отношений. Это вклад именно вот в поддержку отношений, что мы просто будем иметь что-то, будем что-то делать и будем иметь больше отношений. Потому что, вот знаете, есть такое слово модное, надо строить отношения. Оно тоже такое модное, я лично не очень за него. Потому что как-будто бы к отношениям относятся как к чему-то неводушевленному. Знаете вот, человеку можно как-то строить, чтобы это можно как-то сделать. Я знаю, что они строятся. Но вот именно вот та формулировка, что нужно строить, что я вот что-то вот, я делаю что-то ради отношений. Не бывает такого. Я не делаю что-то ради отношений. Я делаю что-то или ради человека Или ради какого-то совместного интереса Или еще что-то То есть для меня это отношение Это какая-то живая гибкая субстанция Которая либо есть, либо нет Понимаете? И вот просто там Назвать так, что мы будем их строить Ну Сложно, нужно что-то делать Нужно просто быть открытым к отношениям Нужно ценить отношения Нужно вот Относиться друг к другу А вот строить отношения Немножко не то Это как будто я стратегически к этому подхожу И я визуально вроде все делаю Но отношений почему-то нет Потому что отношения Это что-то живое Это что-то настоящее Так же как и с дружбой Нельзя Заставить дружить Нельзя имитированно дружить Либо дружишь, либо не дружишь Для Бога это более важно Друг любит во всякое время В Библии где-то даже написано Что даже больше, чем брат Потому что это отношения Брат это данность А дружба это отношения И вот опять же Такой момент тоже накопал Второй Тимофея Третья Глава Тоже такой интересный момент Когда посмотрел через призму отношений Тоже вот увидел действительно Вот Что Бог нам пытается сказать Именно про последние времена Глава третья С первого стиха Павел пишет Тимофею Знаешь же Что в последние дни Наступят времена тяжкие Именно вот времена тяжкие Из-за чего И вот дальше перечисление Ибо люди будут Самолюбивы Сребролюбивы Горды Надменны Знаречивы Родителям непокорны Неблагодарны Нечестивы Недружелюбны Непримирительны Треведники Невоздержаны Жестокие Нелюбящие добра Предатели Наглые Напыщенные Более сластолюбивы Нежели Боголюбивы Имеющие вид благочестия Силы же его отрекшихся Таковых удаляются И вот такая характеристика Целая Перечисление Вот людей Мы знаем Что в Библии Есть еще перечисление Когда она говорит О грехах О плотских грехах И там совсем другой список Знаете То что там Царство Божье Трусы Прелюбодеи Грешники Убийцы Пьяницы Совершенно другого рода список И мы иногда Не видя вот этой разницы Не размышляя Больше думаем Что Богу Больше вот это волнует Ну вот смотрите Что здесь Бога волнует Павел Прачок говорит Что все вот эти Как бы Описания Они больше относятся К отношениям Самолюбивы Среболюбивы Горды Надменны Злоречивы Родителям непокорны Отношения Неблагодарны Отношения Нечестивы Недружелюбны Отношения Непримирительны Отношения Клеветники Невоздерживы Да То есть вот он И здесь написано И потом он говорит Имеющий вид благочестия Силы же его отрекшихся Да То есть он как бы такой Вот это вот Вывод делает Что несмотря на все Как бы да Внешнее благочестие Вот они могут быть Внутри такими Людьми Как бы неценивающими Отношениями Да Во многих В последнее время Охладнеет любовь И мы должны Как бы вот Ну действительно Об этом задумываться Что ну как бы Ну важно Иметь отношения Друг к другу Показывать их Друг к другу Да Нормально Да Относиться Друг к другу Как бы Ценить этим Да Потому что Для Бога Это очень 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 важно И И вот даже Ну как бы В конце Наверное Просто еще один Такой пример Не хочу без него Остаться Ну как бы Оставить вас Потому что Вера Мы про веру Говорим много раз Не про веру Родачкова Про веру Вера Вера Это оказывается Тоже отношение И есть Ну вот Я говорю Посмотрите на Библию Посмотрите на Бога Да И вот все Что нам Бог дает Сквозь призму Отношений Потому что Вера Это тоже отношение Поверил Абрам Богу И это Вменилось Ему Правильность И вот Когда я Начинаю Как бы Размышлять Об этом Опять же Через призму Отношений Я восхищаюсь Что Авраам Было Вменено В правильность То что Авраам Поверил Богу Это отношение Личности И другой Личности Представляете Вот просто Бог ему Сказал Тот Там же Знаете Как это было Вообще Откуда Это Вместо Писания Потому что Потом Вот на этом Месте Писания Строится Там полного Завета Ибо Сказано В Писании Поверил Авраам Богу И это Вменилось ему В правильность Мы должны Пойти Вот в эту ситуацию Где Авраам Поверил Богу Знаете Где Вот это Написано Это Когда Авраама Был уже Измаил Когда Авраам Переживал Что А Подождите Нет Измаил Не был Это Авраам Уже Ходил За Богом Он ходил За Богом У него Был слуга И он Переживал Вот Робу Все Достанется У меня Детей Нет И Бог Его Вывел Из Шатравия Посмотри На звезды Посмотри На Вот там Написано Что И поверил Авраам Богу И вменено Ему Это было В правильность Да Вот Видимо Он ничего Не сделал Но Бог Увидел Вот это Вот Что-то Какую-то Субстанцию Чувств Смешанных С мыслями Искренность Сердца Что Авраам Взял И поверил Вот просто Личности Да Вот Поверил Знаете Вообще Как приятно Когда Вам Верят Ну Некоторые Конечно Пользуются Этим Припирают Ну Как бы Да Вот И Последнее Время Вот Прагматизм Человеческий Говорят Нет Нет Доверяй Но Проверяй Не надо Никому Верить Надо Все Проверить И Все И Мы Типа Такие Рациональные Наученные Но Ну Иногда Вот Вот Я Например Когда Вам Рассказывают Про здание Про то Чем Предлагаю Вам Заняться Мне что Важно Действительно Важно Вот это Почувствовать Увидеть Чтобы люди Мне Поверили Что Я Действительно Хочу Это Искренне Что Возможно Говорит В этом Бог И Ваши Власти И Приятно Когда Люди Говорят Ну Да Я Тоже Че-то Чувствую Я Тебе Верю Я Уже Там И так Далее Потому Что Ну Вот Важно Это В отношениях А кто Ты Может Сказать Как Я До Этого Говорил Про То Как У меня Было С Домашкиным Вершинами Что Тесть Удачу Стро Рациональный Подход Ну Да Рациональный Че Ты Сначала Иди Там Документы Все Сделай И Потом Я Тогда Подключусь Да Вот Ну И Как Вот И Здесь Примерно Про Это Что Мы Действительно Хотим Чтоб Нам Верили Правильно Или Мы Не Должны Конечно Своё Доверие Подрывать Всё Время Но Но Это Важно Потому Что Вот Я Например Для Меня Действительно Важно Я Иду В Какие То Мне Важно Чтоб Люди Мне Верили И Мне Важно Чтоб У меня С людьми Были Отношения Я Им Прямо Так И Говорю Раньше Я Пока Был Молодой Я Это Всё Формулировал Но Сейчас Уже Научился И Сейчас Заказчик Пришёл И Если Я Смотрю Что Это Какой Обменный Человек Который Мне Вот Это Мне Вот Это Я Всё Для Я Ремонт Делать Не Собираюсь Или Я Ему Скажу Попытаюсь Сказать Слушай Для Меня То Что Я Буду Делать Ремонт Мы С тобой Во-первых На равных Ты Просто Заказчик А Я Тебе Делаю Ремонт А Не То Что Ты Платишь Я Здесь Твой Шестёрка На Полгода И Буду Все Твои Прихоти Выполнять Не Всегда Я Так Скажу В таком У меня С тобой Были Нормальные Доверительные Отношения Что Ты Мне Доверял А Я Тебе Делал Потому Что Если Ты Думаешь Что Я Хочу Обмануть У Меня Здесь Возможности Обмануть Очень Много Но Я Не Обманен Ты Можешь Мне Поверить Можешь Мне Не Поверить Но Для Меня Больше Важно Это Или Договор Заключу Для Мне Заключение Договора Тоже Там Куча Лазей Никто Ни за Что Никого Не Подтянет В этом Договоре Если Человек Не Хочет Отдавать Денег То Ты С С С Договором Устанешь Бегать Если Он Не Хочет Отдавать Денег Для Меня Важны Отношения Если Отношения Складываются Мы Как Работаем Если Отношения Не Складываются Лучше Не Пойдем В Потому Для Для Меня Сделать Ремонт Это Часть Моей Жизни Полгода Или Еще Сколько Я Не Хочу Жить В Грязи Страх Сомнения И так Далее Я Говорю Что Отношения Очень Важные Поэтому Вера Авраама Была Вменена В Праведность Вот Это Его Отношение К Богу Он Взял Богу И Поверил Как Личности Бог Говорит Я Тебе Дам Сын У Он Взял И Поверил Понимаете Вот Просто Поверил Вот Этой Личности Которая Обещала Там На самом Деле Как Он Даст Если Он Начал Думать Как Это Будет Происходить То Было Было Сложно Он Просто Взял Несмотря Ни На Что И Поверил Ему Просто Как Личности Которая Об Этому Говорит Понимаете О чем Я Говорю Или Нет Вот Здесь Отношения И Бог Говорит И Это Вменилось Праведность Авраама И Потом Он Наречен Был Другом Божиим Представляете Вот Просто Его Вот Такая Открытость К тому Что Сказал Бог Поэтому Я сегодня Хочу тебя Спросить У тебя Есть Отношения С Богом Ты Должен На Это Смотри У тебя Есть Отношения С Богом Ты Хочешь Отношения С Богом Ты Хочешь Личные Отношения С Богом Ты Хочешь Особенные Отношения С Богом Скажи Ему Об Это Цени Как Верь В Это Что Бог Не Вменяет Что Блажен Тот Кому Господь Не Вменит Греха Не Потому Что Ты Такой Вот Все 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 Сделал Он Тебе Должен Что То Сдел Да Нет Он Тебе Хочет Сделать Из Отношений Он Хочет Благословить Тебя Именно Из-за Отношений Что У Тебя С Ним Отношения Ты Его Особенный Народ Вот Понимаете Но Тоже Не Забывай Что Если Будешь Прелюбодействовать То Что В Библии Написано Да Что Будешь Как Неверный Не Ценить То Что Для Него Ценно Ну Тогда Ну Как Страшно Впасть В руки Бога Живого Потому Что До Ревности Любит Дух Другом Миру Будет Врагом Бога Поэтому Да Вот Не сразу Мы про это Рассказываем Да Не сразу Да Вот Мы Собрали Язычников Мы сказали Слушайте Хотите Быть Друзьями Бога Вот так То Так Все Скажем Не Мы Лучше Тут Живем Ну Вот Так Происходит Что Бог Спасает И Несомненно На самом деле Лучше Быть В отношениях С Богом И быть Благословен Понимаете То есть Тут не вопрос Какой-то рациональности Лучше бы Не знать Да И Библия Действительно Так говорит Лучше бы Человеку Не знать Ничего Чем Вот Попирать Все Лучше бы Ему На шею Камень И в море Его бросить Вот И поэтому Иисус говорит Любите Меня Исполняйте Мои запреты Да И поэтому Мы действительно Должны Прилагать Все усилия Для того Чтобы Исполнять запреты Для того Чтобы Не грешить Но не делать Это из-за Страха Сделать Это из отношений Что это Угождает Бога Это приятно Богу Это Ценно В глазах Бога Поэтому Я не хочу Испортить С Ним Отношения И вот Последний Например Вот Он как был Так я его и расскажу Я когда Из Реда Приехал Из центра Святой Практически Даже Комедий Клап Не смотрел Боролся Смотреть Нельзя Ничего Нечистое В меня Не входило Телевизор Не смотрел Шесть лет Ну Потом Потихоньку Начал Оскверняться От мира В своем понимании Про машину Рассказывал Я помню Через какое-то время Может быть Полгода Или сколько Я пошел Со своими Друзьями Друзьями Детства Юности На день рождения Мы пошли В боулинг И Шары катали Все Я такой Нормальный Нормальный И вот они Они все Выпивают Они все Здравые Они нормальные Такие Ну как бы Никто там Особо не напивается Но я там Сижу Как белая ворона Просто Среди этого Всего Я вроде И свободен Как бы Шары кидаю Болтаю А в основном Все равно Какая-то борьба Есть Что я его Выделяю Сейчас Долбануть Тоже Что ли Всего И вот Ну как бы Просто это Прокручиваю В голове И представляю И он Вот прям Был близок К этому Я помню Как бы На волоске Но Знаете Какая мысль Меня остановила Мы тогда Уже с Ярославом Там ездили Я вот был Его Я вот так сказал Единственный помощник Нашей церкви Из таких взрослых И проповедовал И это Но я понял Что если я сейчас Это сделаю Я огорчусь Огорчу себя Огорчу Бога Огорчу Его Ярослава Ярослава И у нас отношения Я просто Сделаю ему больно Даже Через то Что сделал Ну как бы Сделаю Богу больно Ну там С Богом Может договорюсь Потом покаюсь Ну вот как-то Вот эти вот мысли Об этом Что отношения Испортятся Что Как бы Дружба Чуть-чуть Испортится Что я не хочу Мне ценно Что вот Она у нас есть Что у нас есть Одни ценности И так далее Я вот удержался Потом все Вообще не было Ну как бы Я был рад Что я удержался Я получил Определенные откровения Там и так далее Но Я помню Вот я говорю Это был прям Тоненький волосок Наверное Да Когда Ну я почти себе Разрешил Когда я почти Вот Ну пошел Вот Ну что такого Как мне казалось Да Вот ради отношений Удержался Поэтому я сейчас Там В центре Многим ребятам Ребятам тоже говорю Бросай курить И я говорю Меня любишь? Вот у него Как бы Ну как Ну курю я и курю Ну ерунда Что такого Я говорю Ну вот То что ты куришь Оно влияет на других И это влияет на жизнь центра А центр Это то чем Вот мое самое дорогое То чем мы занимаемся И то что хотим Чтобы служило Богу И я не хочу потерять тебя тоже Ты можешь Ради меня Бросить курить И человек говорит Да Ну как бы Могу попробовать Ну мне это приятно Но он еще не бросил Я все равно верю Что до него когда-то дойдет Я это говорю с одним Но я это говорю И со всеми сейчас Я говорю Из-за чего мы иногда Должны сделать Ну какие-то вещи Да Принести вот что-то Живет Иногда действительно Из-за отношений Из-за того что Ну нам дорого Да Поэтому Ну вот И много моментов То что Даже сам грех Если так сказать Это разрыв отношений С Богом Когда Адам Съел то что не должен был есть Он другими словами сказал Ты сказал Мне это не так важно Мне больше важно То что вот Я хочу съесть И я съел И не важно Ева дала И так далее Он вот Он наступил именно Вот на эти отношения Понимаете Наступил То что Бог сказал И он может сказать Он должен сказать А его дело было Вот как Более низшего Меньшего существа Который это все Не создавал Который не создавал Этот закон Ну проявить Вот это послушание Через уважение В уважении И вот он не смог Он наступил На эти отношения с Богом И покаяться не смог Потому что не было Еще тогда Такой функции И вот это вот Кстати Ну по поводу Покаяться тоже Прости Мы иногда думаем Что вот это для Бога Очень важно Чтобы мы сказали Ну прости меня Знаете А для вас тоже Человек Который вам делает Больно У нас бывает Такие ситуации Когда Кто-то Ну вот Вы с кем-то говорите И говорите Ты не прав Ты вот это сделал Вот это Вот это И он такой уже В конце Такой типа Сдается Ну все Ну прости меня Или там Или просто Сразу там Прости И знаете Бывает такое чувство Ты ему говоришь Что ты ему За что Прости Да Ну вот как бы И ты видишь Что человек Он сам Он как бы Просто тебе говорит Прости Чтобы вот Ты от него там Отстал Или как будто Еще что-то Иногда вот наше покаяние Перед Богом Оно тоже похоже Ну как бы Ну прости Там вот Ну как бы А вот на настоящее Ты хочешь сказать Ну ты хоть понял За что прости Ты хоть понял Вот ну что Что ты Что я тебе пытаюсь сказать В чем ты там Против меня пошел И против меня идешь Мне не нужно Твое просто Прости Мне не нужно Твое просто Слово Да Мне нужно Твое Вот чтобы ты Действительно понял И вот Богу Так же Некоторые люди К нему Как бы Прости Прости Отношения Не порть С Богом Отношения Люби Бога Люби людей И понимай Как это важно Люби то Что любит Бог Прислушивайся К тому Что Он говорит Это уважение Потому что Он имеет право Говорить Он И если мы Прислушиваемся Да Мы прислушиваемся В этом есть Уважительные отношения И Бог это ценит И когда однажды Он тебе что-то скажет И ты сможешь Как Аврам Поверить Просто Вот в тебе Нашлось Эта чистота Сердца Просто Что Ты взял И поверил Вот этой личности И Бога И вот это Вот вменилось Ему в правильность Вот Он Проявил Какое-то Такое отношение Ко мне Особенное Что Он мне Поверил И я его Засчитал За правильность Просто потому Что Он поверил Чуть-чуть Понимаете Нет Все Самое главное Чтобы мы Хотя бы Чуть-чуть Это вот Понимали И посмотрели Говорю На христианство На нашу жизнь Сквозь призму Отношений Да Чтобы И вот Действительно Отношения Требуют Времени То что у тебя Сейчас еще Может быть Нет отношений Или они Начинаются Только Это как бы Тоже нормально Потому что Они действительно Как-то накапливаются Строятся И так далее И Бог Авраама Другом назвал Не в начале Иисус учеников Друзьями назвал Не в начале Моисея тоже Называют Не в начале Да То есть как бы Ну это все Не в начале происходит Вот Но мы должны К этому стремиться Действительно Увидеть Что это возможно Аминь